Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я безумно рад всех вас видеть. Итак, сегодня мы выкатываем на несколько каточек из ангара М5 Йог. Это девятка в ветке тяжелых танков Соединенных Штатов Америки. И это то, что отделяет вас от М4 Йог, если вы горите желанием взять себе эту десятку. Обзор на эту десятку вы можете посмотреть у меня на канале. У меня есть отдельная веточка на все танчики десятки, которые у меня открыты на разных аккаунтах. И, соответственно, там выложены практически все танчики, ведущие к десяткам. Я стремлюсь к тому, чтобы канал развивался и буду пополнять, безусловно, все эти ветки новыми видосами, дабы вы могли оценить, ну, прям каждый танчик, который вам необходимо будет пройти. А сегодня поговорим конкретно о М5 Йог и что он собой представляет. Итак, М5 Йог у меня полностью весь открыт. Он остался у меня в ангаре. Машинка неоднозначная, но мне иногда заходит на ней выехать и немножко пошотить. Что касается орудий. Базовое орудие, безусловно, ну, уныленькое, честно говоря, по игре, да, вот, ну, по ощущениям. Когда вы идете непосредственно к М4 Йог на десятый уровень, вам придется открыть топовое орудие десятку для того, чтобы дальше на нем уже катать и выкатывать себе М4 Йог. Что оно собой представляет и чем отличается от второго альтернативного топового орудия, если его можно так назвать, сейчас кратенько обсудим. Итак, смотрите, у меня установлено орудие, которое идет в ветке для того, чтобы попасть на десятку. У меня открыто это орудие. Я покатал его, но, честно говоря, по ощущениям оно мне как-то не сильно зашло, не сильно понравилось. Объясню почему. Дело в том, что на вот этом альтернативном орудии, его безусловными плюсами является то, что у него альфа каждого выстрела повышена. То есть 450 единиц альфы это существенно. Но два снаряда в магазине, то есть получается 900 альфы за два снаряда. При этом у него существенно увеличивается время перезарядки на практически 8,5 секунд. Ребят, а это существенно, особенно для машинки, на которой необходимо выживать еще это время как-то. Ну, соответственно, согласитесь, практически полминуты вы ничего не делаете в бою, кроме того, чтобы где-нибудь хорониться, прятаться и пытаться не слиться. Урон в минуту на этом орудии альтернативном падает на 440 единиц, что тоже немаловажно. Увеличивается разброс на 100 метров, время сведения увеличивается. Увеличивается масса танка и, соответственно, уменьшается бронепробитие. Ну, как бы вот из плюсов этого альтернативного орудия я для себя увидел только время перезарядки снарядов в магазине. Ну, уменьшено, окей, хорошо. И альфа повышенная. Теперь поговорим о этом орудии. У этого орудия три снаряда в магазине. Да, меньше, ну, больше времени перезарядки снарядов между собой внутри магазина. Но время перезарядки всего магазина составляет 17 секунд, а не 25, практически 25 с половиной, да, будем говорить, секунд перезарядки магазин. У него урон в минуту уже составляет 2424. В принципе, стремится к двум с половиной тысячам. Ну, и, как бы, средний урон за выстрел 300. Да, там вы за два шота делаете 900. Здесь за три шота делаете 900. Вроде бы одно и то же. Но, честно говоря, меня очень часто выручало то, что я выезжал на каких-нибудь противников, там, недобитков, да. И вот как раз трех снарядов мне хватало для того, чтобы двоих из них вынести. А вот если бы у меня здесь был запас не, допустим, 300-300, того 600, и 300 еще остается на еще одного кого-то, да, кшотнуть или даже добрать, то, в принципе, на двух снарядах ты себе этого позволить уже не можешь. Когда у соперника запаса прочности в районе 450, а ты ему закидываешь 450 с выстрела среднего. То есть иногда ниже, чем тебе хотелось бы, влетает в противника. И у него остается вот это, знаете, ну, громулечка жизни, которая тебя очень сильно раздражает в районе, там, допустим, 18 единиц, да, там, 7 единиц. Ну, короче говоря, то, что вызывает у нас безумный гнев, когда мы кого-то не добираем совсем на одну песчинку. Что касается углов склонения, минус 8 и вверх 18. В принципе, с учетом того, что башня этого танка, она плоская, честно говоря, такое впечатление, что его беднягу где-то зажало какой-нибудь дверью, да, там, или какие-нибудь стены в помещении сужались, ему башку придавило. Но, как бы, честно говоря, для такого орудия, когда ты играешь от башни где-то на неровностях, то минус 8 его тоже, согласитесь, ну, должно хватать и его хватает. По бронированию, да, какие-то там плюс-минус мягкие места, безусловно, есть, но исходя из вот этой вот непонятной формы силуэта, когда вы стоите вот так мордочкой, ну, пробить вас, ну, сложновато. Тем более, все оно вот так вот как-то зализано, то есть, ну, надо выцеливать. Надо выцеливать, ребята, и это не очень приятно. Многие игроки делают ошибку, ну, и понятное дело, что когда они начинают вот так вот доворачиваться, да, но при этом башня у них остается стоять так, как она и стояла, прямо, да, а не смотреть на противника, соответственно, начинают прошивать вот эту вот часть, ну, и если чуть-чуть еще довернуть, начинает сшиться вот здесь. Но, ну, нижний бронелист, там еще попробуй выцели маленький зеленый пятачок, который там есть. Короче говоря, машинка по бронированию, ну, что называется, надо посмотреть. Понятное дело, бока тыл мы не будем рассматривать и даже не будем обсуждать. Я думаю, что самым грамотным решением будет сейчас просто выкатиться в замес и посмотреть, что эта машинка может, ну, и насколько сложно вам придется ее выкатывать для того, чтобы, когда закончите катку, дойти до десятки. Погнали в замес и посмотрим, на что она способна. Ребят, пока мы закатываемся в нашу каточку и будем заценивать М5Ё, хочу попросить каждого из вас обратить внимание на желтый шильдичек. Наведя на него мышку, вы увидите, что, ну, в принципе, буквально за один клик вы можете подписаться на мой канал, чем вдохнете дополнительного кислорода в мой канал и в его развитие, не дадите ему затеряться на просторах Ютуба. Ну, а в свою очередь я буду пытаться максимально часто радовать вас новыми интересными видео, фановыми видео. Вы будете узнавать о стримах, которые запланированы, будете на них присутствовать по желанию и по возможности, там, где мы общаемся, катаемся взводами. Ну, короче говоря, спокойно, весело проводим свой досуг, свое свободное время. Итак, покатились. Что касается подвижности машинки. На топовых гусеницах, на топовом движке машинка себя в отношении подвижности чувствует довольно-таки комфортно. Что касается того, насколько легко на ней мансить, да, то есть вправо-влево. В принципе, машинка тоже довольно бодренько поворачивается и сказать, что ей не хватает возможности мансить, я не могу. Мне, честно говоря, всегда хватало. Что касается точности орудия, вот в таком вот, как я хотел бы его назвать, уж простите за слово, психованном замесе, оценить сложновато. Время сведения, вот после движения, да, вот после движения орудия, я бы сказал, что оно долговатое. Поэтому, в принципе, вам надо быть готовым к тому, что выцеливать вам необходимо немножко дольше, чем вы привыкли на других танчиках. Что касается точности орудия. Точность у орудия, в принципе, довольно неплохая. Я бы сказал, что даже стремиться к хорошему, чем ближе к плохому. Поэтому, ребят, в принципе, к орудию у меня никогда вопросов не было. И именно из-за этого я поставил себе именно это орудие, а не альтернативное. Хотя альтернативное я тоже выкатал, мне было интересно. Но после того, как я его попробовал в нескольких катках, я понял, что это не совсем то, чего мне хочется от этого танка в виде пушки, которой ты пользуешься. Все-таки на три снаряда как-то повеселее. Вот стоило мне сейчас повернуть башню, да, посмотреть на противника. И вот прилет нам с правой стороны, как я и говорил, обеспечен, но я бы сказал, с практически стопроцентной вероятностью. Зато когда ты стоишь пушкой к врагу, то выцелить довольно сложновато. Стоило сейчас опять отвернуться и опять прилетело в бочину. А стоял сейчас мордой и, как видите, не прилетело абсолютно. Да, не успела сейчас сделать шот, такое тоже бывает. Но да не беда, зато перезарядимся. Мы сливаемся, команда сливается довольно бодро. У меня есть 8 секунд перезарядки, едет к нам в тыл Эмиль-2. Я думаю, что самым грамотным будет сейчас параллельно и отсюда свилять, и Эмиля попытаться добрать. Добрали без меня, но да бог с ним. Редкий случай, когда в корму не прошили. Крайне редкий случай. Попытаемся занять какую-нибудь немножко плюс-минус оборонительную позицию. Вот сейчас не спорю, было бы сейчас у меня альфа в 450 среднее, сейчас я бы его добрал вообще абсолютно без печали. Пришлось, ну, рассчитывать на перезарядку, пришлось ждать перезарядки. На 600 от ВТ от девятки не залетело, и это очень приятно. А вот время перезарядки магазина, представьте себе, что сейчас оно было бы еще дольше. И было бы, ну, куда скромнее игралось бы, и, соответственно, крайне было бы скучно ожидать, пытаясь где-то хорониться. Также у нас получается возможность наносить по три шота быстрее, я имею в виду, в общей сложности, чем вы бы это делали на альтернативном топовом орудии. Так, бой потихоньку превращается в такое немножко стоялово-оборонительное, но выбора особо большого нет. С учетом моего запаса прочности, ехать на Туртоисе желания у меня нет абсолютно никакого. Враги столпились наверху. Не исключено, что сейчас попробует скатиться где-нибудь с этой стороны. Простите, пожалуйста. Не хочется ехать, абсолютно не хочется ехать, потому что, ну, понятное дело, что живучесть Туртоиса, она гораздо выше, чем живучесть этой машинки. Вафелька, как я понимаю, перекинулась поближе к нашему 8 и 8. Да, честно говоря, я не ожидал, что бой настолько будет затянутым. Приехал к нам в гости ЧС, я так понимаю, что приехал он не зря, он явно нас доберет. Скорее всего, он и зарешает весь бой. Дальше наша ПТшка явно сама не выстоит против всех этих врагов, явно всех не вынесет. Ну, досмотрим бой и закатимся в следующую каточку. Итак, ребятки, мы вернулись из боя, и вот наша результативность. Мы нанесли 3308 единиц урона. Да, мы не сделали ни одного фрага, и мы не получили огромного плюса серебра. Но, ребята, мы заняли первое место в нашей команде по урону. Это именно то, из-за чего я эту машину оставил у себя в ангаре. И это именно то, почему я вам рекомендую эту машину себе оставить после того, как вы ее выкатаете. Потому что, насколько бы глупым не был его внешний вид, насколько бы казалось, что он крайне тяжело играется, если приспособиться к этой машинке, вы реально сможете на ней фаниться и реально сможете на ней нагибать. Вот теперь представьте себе, что те 3000 с гаком урона вы бы нанесли в бою только в победном. Сколько кайфа у вас бы было? И поверьте, эта машинка может еще больше. У меня были бои, в которых я этой машиной наносил по 4500-5000 урона и кайфовал просто до неимоверного. Поэтому всем рекомендую оставить эту машинку, если будете качать веточку М4 Йох. И эта машинка будет периодически вас радовать, когда вы будете на ней закатываться. А на данный момент у меня все. Это был обзорчик на М5 Йох. Машинка довольно бодрая и веселая. Всем всего хорошего. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вам буду очень благодарен за эти действия и всегда буду рад вам на своем канале. Всего хорошего и, как всегда, мира вам и, главное, спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok